Круглый стол Плывущих и тонущих детей Он бросился в реку и начал их спасать Второй прохожий, проходя мимо, увидев, что происходит Он тоже бросился спасать детей Следующий прохожий, который шел Он посмотрел на все на это И пошел дальше Когда из реки ему стали кричать Ты почему пошел, ты почему не бросился спасать Он говорит, я вижу, что вы здесь вдвоем справитесь А я пойду за поворот и посмотрю Почему же дети попадают в реку? Скажите, пожалуйста Вот как вы считаете мораль вот этой притчи? У нас всегда корень проблемы Не бороться с ее последствиями А пытаться искорить, чтобы этого в песне не случалось Правильно Здесь есть два пути решения Предотвратить и спасать То есть если это уже случилось Значит мы должны спасать Но для того, чтобы этого не случилось Мы должны сначала посмотреть в корень проблемы Правильно И постараться ее предотвратить И сегодня у нас присутствует член областного парламента Молодежи Брянской области Игорь Иванович Хохлов И я вот сейчас хочу передать ему слово Я буду по мере выступления называть наших гостей Всем добрый день Вы знаете, тема круглого стола Выбрана из простого Молодежь здоровая нация Здоровье это не только физическое состояние организма Но также и психическое И духовное составляющее любого человека А теперь вот скажите мне, пожалуйста Достаточно ли у нас в городе созданных условий Для здорового образа жизни? Конечно Да кто сказал мне? Ну а так Тихо, тихо Кому-то не сказал Тихо, тихо Нет, тихо Сейчас мы всем дадим выступить Скажите Скажите, что вы Так, давайте тогда мы дадим выступить Двум наших гостям А потом вы уже услышав Можете задать какие-то вопросы Хорошо? Значит, первому я хочу дать слово Виктору Алексеевичу Клиновому Это начальник отдела по физической культуре и спорта Клинцовской городской администрации Вот, он услышал Ваше бурное «нет» Причем не просвучало ни одного «да» Я думаю, сейчас он Сейчас он все вам скажет Поднимите руку Те, у кого Кто утром делает зарядку Честно Да Опустите У кого Ради эти девочки делают утром зарядку Два Вот, все, опустите, пожалуйста Кто занимается в детской спортивной школе В детской? Три В школе В секции Три Вот мы читаем «Здоровая молодежь» Ребята, надо начинать с себя Вы говорите «Мало не хватает» Вот три человека только ходят в секции У своих только родители Я это не управляю Я это не управляю А, ты что? Ты же Не, не, не что Я просто занимаюсь индивидуально Это хорошо Это очень хорошо Я думаю, почему я задал этот вопрос Потому что начинать надо с себя У нас работает 17 лет По 15 видов спорта Совершенно верно По 15 видов спорта То есть начинаем с 5 лет принимать заниматься на тропатику С 3-х лет, с 4-х лет на фигурное катание Пожалуйста 58, это может Ольга Анатольевна, я сейчас нового как-то тема решила Судать и питаться Поэтому я к тому, что условий не хватает Это надо желание Вот если у нас будет, если бы это придет Человек 400 заниматься Вот тогда мы поставим вопрос Скажем, ну что же нам, некуда их деть Вот с этого надо начинать Если есть вопросы, задавай Стараюсь запретить Сейчас пока вы думаете Ольга Анатольевна Домальчук Ведущий специалист отдела образования Клинцовской городской администрации Она тоже актуирует сферу спортивную В отделе образования Она тоже хочет дополнить Ну, я хочу сказать У нас на сегодняшний день 182 ученика Куртусственных классов Заявились на выполнение нормативов По ГТО Всероссийский дискультурный мобликс И на сегодняшний день 58 ребят уже имеют знаки Из них 50 Это золотой знак 6 Это у нас бронзовый И 2 серебро Вот это кто В защиту того, что у нас нет условий Для того, чтобы заниматься спортом У меня совершенно с опасностью Виктором Алексеевичем Что начинать нужно с себя Тот, кто хочет заниматься спортом Тот, кто хочет быть здоровым И здоровье молодежи Это не только здоровье Занятие спортом И физическое здоровье Это и чтение книг Это посещение культурно-массовых мероприятий Библиотек Чтение книг И в нашем городе Я считаю что Достаточно Учреждений Достаточно Взрослых Которые готовы Идти на встречу Помочь И стать участниками Вместе с вами Для того, чтобы Воспитывая здоровую молодежь Уделять внимание Нашим замечательным детям У нас сегодня присутствует Руководитель Спортивно-патриотического клуба Бюза Лопатка Юрий Алексеевич И я тоже хочу дать ему слово Я просто вот хотел бы Дополнить Кто-то вам сказал А кто сказал, что нет Знаете, в 90-е годы Как мы занимались спортом У нас здесь вообще ничего этого нет И кто-то хотел С деревень приезжали в город Родители отпускали Потом забирали А вы говорите, что сейчас нет Сейчас есть все В городе мы открыли С поддержкой Союза ветеранов И страна открыли Спортивно-патриотическое Это вот фотографии Передайте, когда вам обрянете Верзава Верзава Кто знает, что такое Верзава вообще? Змея Змея Правильно, девочка Да, это Змея Вообще Клуб был назван Не по поводу змеи Верзава, конечно, змеи Как на основе Но Клуб я называл Был Он и есть Живой Живет Командеев 22-ю бригаду Спецназа ГРУ И фенчик Алексей Викторович Трижды присвоенный Званием Героя России Ни разу его не получивший Это Легенда спецназа Нашего российского Его позывной Верзава В 95-е годы Кто знает, что была чеченская компания Этого позывного Как вам сказать Чеченцы просто Сгразили Им ни днем, ни ночью Не было похоже Вот В связи с этим Клуб был Назов В честь Его позывного Есть вопросы Спрашивайте Клуб занимается Боими искусствами И Подготовкой Ребят В дальнейшей службе Ворона Распорка оружия Как правильно Пользоваться им С какого возраста Мужчина Записается Ваш клуб С 5 лет Комиссия По делам несовершеннолетних Еще раз повторяюсь А у нас присутствует Начальник отдела По По делам несовершеннолетних И защите их прав Вот так называется Да Сейчас Елена Васильевна Шашула Она сейчас Доректирует Потому что я знаю Она всегда была сначала Ответственным секретарем Комиссии А теперь это уже Да Она из Даруси Конечно Может быть кто-то из вас Сидящих знает Ее не понаслышке Да Конечно А теперь у нас есть отдел Такой в администрации Пожалуйста Яна Васильевна Ну во-первых Здравствуйте Всем спасибо Что вы наше время И сегодня пришли Это значит Что вы что-то в своей жизни Хотите изменить И изменить Наверное в лучшую сторону Я хотела бы сказать Что вести здоровый образ жизни Это очень хорошо Это очень модно А еще это наверное Очень выгодно Это я добавлю Потому что Раз уже начали вести речь О педных привычках То Хотелось бы сказать Сегодня в зале Здесь присутствует Я не буду соответственно Говорить Кто Но каждый знает Которые попадались Допустим За употребление Спиртных напитков За распитие В общественных местах За употребление Табака И прекрасно знают Что при В таком моменте Когда установлен Факт курения В потреблении Табака То составляется Административный протокол Сотрудниками Органов внутренних дел Административный протокол Если Так Немножко Вас вести Вкус дело Имеет Некоторые Моменты Которые Обязательны Для дополнения Очень интересно Что В административном протоколе Всегда есть дата И всегда Указывается Время Говорю это Для чего? Для того Чтобы вы были Осведомлены О том Что Допустим Задержали вас За потребление Табачной продукции Там 20 апреля В 17.40 Задержали Составили административный протокол Если вы В несовершеннолетнем возрасте То обязательно Мы встретимся На заседании комиссии Это будет грозить вам штрафом От 500 до 1500 рублей С решением вопроса О постановке на учет И дальнейшими последствиями Вот допустим Составили на вас протокол Через 5 минут Сотрудник полиции Ушел Разозлились Расстроились С расстроенных чувством Идете Курите Через 5 минут Вам подходят И заставляют Очередной протокол Когда закачиваются штрафом От 500 до 1500 рублей Допустим В течение дня Как здесь было высказано Здесь есть Люди Которые Математически Очень С временными привычками Очень хорошо считают Поэтому посчитайте Пожалуйста При курении От 15 до 20 Сидарей Да По-моему Вы сказали В день При Первом попадании На заседание комиссии Допустим Мы можем позволить Минимальный штраф Вот Клятвенное обещание Что это Первый и последний раз Впоследствии Если человек попадает То штрафы возрастают Посчитайте Пожалуйста За один день При курении Пусть минимально 15 сигарет При максимальном штрафе Комиссии 10 тысяч 15 Я думаю Семейный бюджет Ваших родителей На ваши вредные привычки Явно не рассчитывает Здравствуйте Все присутствующие Меня зовут Евгения Юрьевна Я являюсь Куратором Городской Детско-общественной Организации Она называется Детско-общественная Правовая палата И сегодня Эта вот тема Здоровая молодежь Здоровая нация Очень актуальна Вы знаете Мы как-то немножко Можли в сторону В таком отношении Что заговорили Не с дороги А немного Наоборот Обозначили Насколько есть Проблемные вопросы Знаете, ребят Я очень горда Вот здесь В этом со мной Находится наша Городская Детская общественная Правовая палата Ребят, можно Вы на секундочку Поднимитесь Мне бы хотелось Чтобы их видели в лицо Пожалуйста Спасибо большое Вот эти ребята Мне очень рады Что сказать Например, Лиза У нас является Легендой Лыжного и юношеского спорта Про то, как и в городе И за пределами города Она защищает Интересы города Представляет его И поэтому Наверное О здоровом образе жизни Она может говорить Больше всех Вероника Так же, как и Никита Недавно Всей правовой палатой Мы сдавали Норму ГТО И они Сдали все нормативы На золотые значки И вот С такой молодежью Я вам хочу сказать Мне рядом Не стыдно сидеть И они Не стыдно говорить Почему? Потому что Эти ребята Они и нас Взрослых А ведь Притча начиналась С чего? Что давайте Найдем причину И они и нас Взрослых Подталкивают К тому Что Наверное Мы тоже должны Пороче Показать нам И заниматься Здравым образом Жизни Я не буду Далеко уходить В историю Но Когда-то Я тоже была И в этом 18-летней 19-летней Когда я пришла После института Как представитель Парламента Молодежного И вы знаете Придя в школу Меня отправили Работу В 10-й класс Там были 5 мальчишки 5 девчонок И приходили Эти мальчики Ну от них Скажем так Слегка Слегка Чувствовался Запах табака Я им одно А не слышу Я им другое Времени не слышу В 11-м классе Но так вот Почувствовалась Что я уже На работу Изо на машину И приходят Они Без запаха Без ничего Я говорю Чего так Они говорят Знаете Оказывается Круто Это когда Все в школу Пешком А ты на машине А вот Не за углом Стоять Возле Денис Правда Я говорю Да Вот он Это тоже Мой ученик Конечно На самом деле Ребята Пить Курить Злоупотреблять Наркотическими Веществами И даже Сегодня На их компьютере Это не является Уровнем И показателем Того Что вы Чего-то В жизни Достигли Дело в том Что Показатель Это когда Вы сидите Как молодежный Совет города В президиуме Показатель Это когда Общественная Палата Города Клинцы Вы представляете Интерес На уровне Области На уровне России Когда За мероприятие Вам пришло 20 граммов Из 20 Возможных Вот это Показатель Когда вы Что-то Добили В спорте Как Лиза Которая Ни один Лыжное Вероприятие С ними Без нее Конечно Не проходит Она Большой Молодец В этом Отношении Но Вот эти Вредные Привычки Вы Залог Здоровья Нации Вы Сейчас Вкладывая В себя Эти Вредные Привычки В дальнейшем Губите Здоровье Своих Будущих Ведей И Сегодня Вам Еще 16 17 18 Кому-то Ваши родители На вас Надеются Поэтому Здоровый Образ Жизни Это Ваш Личный Выбор Но Помните Что Какой Болит Странат Зависит Только Испечатлен От вас Вот За Эти Я Я Не Беспокоюсь Спасибо Рассказать О своей Жизни О своем Опыте И Я Сто Процент Знаю Что Нам Будет Интересно Поэтому Давайте Рассматривать Такую Возможность Чтобы Нам Прийти В школу Ребята Подготовились Рассказали Нам Сами О Здоровом Образе Жизни Есть Зависимости Хорошие Добрые Которые Ведут К счастью А Есть Зависимости Плохие Злые Которые Ведут К несчастью Деградации Смерти Выбор Занат Это Все Очевидно Поэтому Ребята Так как Вы живого Священнослужителя Не так часто Видите Я сейчас Предлагаю Пообщаться Пожалуйста Я открыт Вопросы Могут быть Самыми Разнообразными А вы Занимались Спортом Сейчас Уже Трудно Заметить Это Но Правда Действительно Я занимался В свое время Спортом И Проходя Печерними Клинцами Мне Иногда Мои умения Которые Я получил Занимая Каратэ До сих пор Очень Прикаждаются Действительно Опасный Город Я не жалею Об этом Время Там Новый Долоз В том числе Духовный Это Руководитель Благодарительного Фонда Здоровая Руси Ритка Ус Владимир Иванович Я ему Предоставляю Слово Добрый день Всем Ребята Очень интересная Такая дискуссия Получилась У нас Я тоже Как и Отец Георгий Наплёкся Когда Возник Такой Некий Спорт Хотелось Его Установить Но Невозможно Но Затем Мне это Натопнуло На Некие Мысли Такие О Важности Здорового Трезвого Образа Жизни Ради Чего По тематике Чего Мы Собрались Очень важный Момент Баланс Я слышал Тут парень Спорил Выражал То мнение Что Спорт Это Очень Опасно Что Травмы На Турнике Упал И Протрузии Появились И Т. И Т. А Кто Заставляет Достигать Каких Ссор Насколько Я знаю Не обязательно Быть лучше Какого-то Васи Пети Свет Марины Достаточно Быть лучше Меня Вчерашнего Не надо Стремиться Ставить С собой Какие-то Неисполнимые Задачи Будет Лучше Чем Ты Был Вчера В спорте В учебе В отношении К родителям В отношении К своему Городу Ну Кстати Патриотизм Это То же Самое Здоровое Отношение Это Та Отец Георгий Да И что Такое Патриотизм Для вас Я хотел бы услышать Сможно Хотя Пару Тройку Репут Есть Нет Конкретные Дела Это Такое Абстрактное Понятие Любовь Можно Перекрой Можно Задать Его Просто Такую Любовь Конкретно Что Такое Для тебя Патриотизм В чем Предатель Патриотизма В твоей Действии Что Ты Сделал Патриотизм Хоть Один Са Отличный Хоть 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 Золотые Слова Вот Это Вот И Есть Патриотизм Не Навредить Городу Не Только Само Собой Но Это Гораздо Лучше Чем Макать Флагом На Баррикадах Отвечать Как А Кинуть Опору Самый Гурный Дай Там Оперст Вот Это Хоть Любить Город Любить Свою Страну Любить Себя Вот И Начинать С Любить Себя Тут Много Говорили О Зависимостях И Откуда Они Берутся Вообще Вот Эти Вот Желания Сидеть В Компьютере Худить Потреблять Вот Эти Всякие Вещи От Ухода Из Общества Из-за Нашего Уединения Из-за Нашей Изоляции От Общества Вообще Поэтому Как бы Призываю вас Будьте Более Общественные Вот В этом И будет Интерес Я Напомнил О балансе И Здоровый Образ Жизни Заключается Вот Из трех Составляющих Я себе Прогалочку Должен Написал Чтобы не Забыть Это Режим Спорта Питания Режим Тоже Очень Важная Составляющая Вашего Дня Вот Тут Несколько Ребят Поднимали Руки Которые Зарядки Не Надо Обязательно Какие-то Сложные Упражнения Делать Достаточно Подтянуться Достаточно Полу Раскачать Шею Лёгенькие Там 5-10 минут Достаточно Для того Чтобы Прийти в тонус И там Бежать дальше А там Уже По желанию Повторюсь У каждого Свои ресурсы Кому-то Надо Полчаса Для того Чтобы Размяться Кому-то Достаточно Вести Минут Смотреть Ну Подходите Индивидуально Но Обязательно Режим Режим Это Очень Важно Начать Потому Что Ну Важно Научить С вашего Возраста Желательно Это Войдет Привычка Это Не будет Потом Напрягать Я Практикую Это Очень Хорошо Когда Я С вечера Планировал Свой Завершний День С утра Дестудирую Мне уже Не надо Напрягаться И думать Все Делать Через Полчаса Через Сейчас У меня Все Написано В Ежедневнике Я знаю Что Куда Подопадет Это О Порядке Это Очень Удобно Выделить Определенное Время Для Тоже Самой Игры В Компьютере Ну Я Не Сторонник Этих Идер Всех Но Тем Не Менее Если Это Есть И тут Возникал Вопрос Зависимость Это Или Нет Есть Простой Банальный Тест Определить Зависим Ли Человек Или Нет От Тех Или Иных Зависит Если Человек Свободно Может От Нех Отказаться Значим Независим Если Он Не Можем Свободно От Независим Тоже Самый Компьютер Берем Да Мама Говорит Иди Попылесось А Он Все Сейчас Сейчас Вот Это Все Можете Смело Говорить О Тем Не Менее Там Есть Какие Выходы Надо Обращаться Надо Не Молчать Я Вас К Этому Призываю Если У вас Возникают Такие Штуки Не Бойтесь Говорите Об Это Говорите Родителям Говорите Друзьям Говорите Педагогам У вас Сейчас В школах Есть Тихологи Говорите Об этом Тихолог Говорите Об этом И вообще Даже Если У вас Нет Зависимости Ну Вообще Говорите О себе Начинайте Говорить О себе Не Надо Закрываться Это Вот И Есть Здоровье Психики Чисто Психологически Здорово Говорите О своих Недостатках Говорите О своих Достоинцах Просто Говорите Себе Я Желаю Вам Всех Здоровья Физического Духовного Я Желаю Чтобы Именно Здоровье Дало Повод К тому Чтобы Вы Были Счастливы Чтобы У вас Были Счастливы Ваши Близкие Чтобы У вас Получалось Все В том Направлении В котором Вы Учитесь То ли Учеба То ли Выбор Профессии Чтобы Для вас Это Стало Основополагающим Здоровым Образом Жизни Спасибо Продолжение следует